Даша, это совместно прочитано за октябрь 2016, будут всего две книги. Это, начнём с первой, Борис Акунин, не чеховская интеллигенция, короткие истории, а всяком разном. Выглядит вот таким образом, как от заразной там Ваську пишет. И, собственно, здесь что-то вроде истории, о истории, то есть какие-то исторические экскурсы, небольшие эпизоды. Однако, что я хочу заметить, всё это уже было, всё это уже рассказывалось в его книгах ранее. Это просто переиздание в другом виде, под другой обложкой и другого формата. Так что, если вы не скупаете Окунин на всё подряд, то берите, если вы скупаете, то делайте наоборот. Ну, мне кажется, не всё. Может быть, здесь что-то вначале... Я абсолютно... Я не увидела ни одной истории, которую бы не знала. Ну, вот, к примеру, например, маленькую историю о женоподобных, так сказать, этих приближённых... Была недавно, в последней этой, как её, как это называется, серии... Любовь к истории, серия Любовь к истории, в самом последней. Что ты... Ну, я что-то запамятовала, видать. Да. Всё, что касается Сталина, я запоминаю. Ну, не только Сталина. Ну, по крайней мере, может быть, у меня, где-то ещё память такая. Можете. Поэтому кое-что, кое-что знакомо, а в основном, конечно, все вот эти... Мне всё знакомо. Особенно, что касается животных, я вообще сверхчувствительна. Помнишь, прости нас, лошадь. Ой! Ай, вообще... Вот такие маленькие экскурсы, ну, просто вот штрихами, штрихами, ну, так ёмко. И вот всё это... Да, то, что я перечитала с удовольствием, в принципе. И я. Хотя денег, конечно, жаль. Вот. То, что ты делаешь здание в Дуговье, видеть, цена от этого совсем не упала. Да, ну, и следующая книга, которую мы скажем, это Элизабет Гилберт, автор легендарной «Есть молиться любить», типичной, я бы сказала. Эта книга называется «Просхождение всех вещей». Я тебя загородила. Пардон. Значит, формат такой достаточно большой. Объёмная, тяжёлая. Да, значит, поля достаточно узкие, то есть это непоказная объёмность. И эта книга такая очень разная, необычная. Действительно, я такого ещё не читала. Пожалуй, есть некоторая сходство с «Есть молиться любить» ранее сказано. Эта сходство стоит в делении книги на три части условном. И ближе к концу главный герой становится похожим на… Главный герой «Есть молиться любить». Вероятно, на саму Гилберт. Есть у меня такое подозрение. Здесь очень много ботаники. Собственно, вся книга о ботанике, можно сказать. Когда я её начинала, у меня ощущение было, что я читаю Диккельса. Хотя язык немного отличается, но что-то всё-таки было от Диккельса, мне казалось. Немножко жмутство, немножко так. А дальше уже она отправилась в своё плавание самостоятельно, оторвалась от Диккельса. В общем, и по нарастающей, чем дальше книга, тем она интереснее и вспыхчетее. Она такая, у вас в мозгу будет вспыхивать. Необычно она тем, что здесь есть немножечко такой грязюки. Ну, немножко. Да, немножко. Я была очень удивлена, потому что это не вписывается в общий облик книги. Здесь есть генеалогическая тема. Здесь есть наследственная тема. Масло-масляно сказала. И тут совершенно удивительные события и судьбы, да, спасибо. Особенно меня порадовало, это не будет спойлером, те, кто будут читать книгу, просто запомните термин, и вы поймёте потом, ближе к концу книги меня. Как это, «Принц Пруденс»? Нет, «Парадокс». «Парадокс Пруденс». Чё это? Чё скажешь? Ну, чё я скажу? Я тоже, хоть ты меня немножко когда начала, сказала, что тебе, видно, не понравится. И ты зачем? Я, чё это? Потом уже спросила, чё это не понравится, если взахлёбаю, ты неделю читала, ты взял два с половиной дня. Я ещё работаю. Ну, да. Ну, вот из-за этой маленькой так грязнухи, ну и что, она нисколько там не грязная, она совершенно естественная, должна же быть отдушина какая-то, довольного человека. У этих вот так, ну и что, мне это ничуть не покоробило и не поэт. Ну, вообще, конечно, восхитительно. Мир учёного, причём не профессионального учёного, а любителя, будем так говорить, с измольства. Ну, я бы не сказала, что ли, чё-то. Ну, она, так сказать, не степенена, никакие мерегалии и прочее. Просто с измольства она видела, она с этим живёт. Поэтому, конечно, выписаны вот эти личности все, правда, изумительно. И что касается вот ботаники, я к ботанике совершенно как бы равнодушна. Сама такая. Но я с таким удовольствием читала вот эти вот специальные термины. Единственное, что я помню, ботаники это описание какие-то чинки. Тут мои познания. Но здесь вот никакого прямо, как бы, бывает, что пропускаешь там эти заумности, всякость. Но тут прям с удовольствием. На целых три минуты мне самой захотелось стать ботаником. Да. Да, показано вот Магавразия мира, красота его. И любовь к языкам. Мне прям захотелось хотя бы поверхностно изучить длинный греческий. Ну, вот у меня и так есть вообще впечатление. У нас был пример в институте. Вот. Я поговорку целую помню, вот лицет Йовина, лицет Бой. Похвасталась заодно. Поэтому, конечно, замечательная книга, и я сильно довольна, что получила наслаждение. Да, она может сначала показаться необычной. Я вообще, вы знаете, была обескуражена сначала, и я потом маме рассказывала, что эта книга, это как мозаика. То есть, что пока ее не прочтется, не сложишься картинку, то эту книгу и не поймешь. То есть, тебе будет казаться, там, я не знаю, небо, море, но чего бы синие кусочки будут, там, что-то там еще, солнце будет казаться просто, там, солнечным цветом фонаря, допустим, потому что это и другое желтое. Но когда сложишь все кусочки вместе, увидишь, что... Целый мир. Что-то на самом деле. Вот. Так что, даже если вам покажется, что-то у вас пойдет не так поначалу, книгу не бросать, книгу продолжать, там будет вообще очешуительно. Это да. По-другому не скажешь, на этом все. До свидания. Пока.